Жители поселка Черногубово Калининского района, чьи дети ходят в местный детский сад, обратились за помощью губернатору Тверской области. Родители жаловались на то, что здание дошкольного учреждения требует ремонта, а прилегающая территория – благоустройство. Их просьба была услышана, и теперь ребята могут посещать новую группу. О том, что было сделано, расскажет Наталья Чекет. Дошкольные заведения в Черногубове не обновляли почти 50 лет со дня открытия. Ремонт начали в сентябре этого года после обращения местных жителей к главе региона. И за один месяц рабочие отремонтировали инженерные сети, системы отопления, пожарной безопасности и вентиляцию. Теперь в детском саду стало на одну группу больше. Раньше их было две, а сейчас три. И еще 20 ребят ходят в детский сад. А самое главное, наверное, это лица детей, счастливые лица детей, которые ходят в эту группу. И мы прекрасно понимаем, что все должно быть стандартизировано, должны быть созданы условия для детей, что и делается на сегодняшний момент в Тверской области и в Калининском районе. Так как учреждение считается сельским, площади помещений здесь небольшие и нет отдельной комнаты для дневного сна. Поэтому важно было правильно организовать пространство для детей, чтобы они могли полноценно играть, а потом отдыхать. И для этого используются выдвижные кровати, которые экономят пространство. Очень удобный выход из положения, когда в детском саду небольшая площадь. Хотя площадь у нас позволяет размещать эти кровати здесь, и дети спят здесь же. При этом у нас отличные вот здесь вот находятся шторы, которые очень плотные. Они со светоотражателем создают полный блок-аут. Дети отлично спят. И, конечно, не менее важно, помимо ремонта, чтобы в детском саду ребята могли заниматься тем, что им больше всего нравится. И для этого им закупили новые игрушки. Я люблю играть в парикмахерскую и в кукольный дом. Я люблю играть здесь в парикмахерскую, в эти куколки. И еще я люблю по этому каблу ходить. Кроме того, по указанию Игоря Рудени на территории сада были установлены игровые площадки, которые полностью отвечают требованиям СанПИН. На ремонт дошкольного учреждения и благоустройство его территории было направлено порядка двух миллионов рублей.